Добрый день! В эфире Инсталайф Института геологии и нефтегазовых технологий и я его ведущая Аделя Шамилова. Сегодня мы расскажем про актуальные магистрские программы, которые представлены в нашем университете, преимущественно в Институте геологии, и расскажут вам о них представители разных кафедр Института. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Борис Викторович Платов, и сегодня я буду рассказывать про направление геофизику. У нас есть как русскоязычные, так и англоязычные программы. Замечательно, теперь вы. Успенский Борис Вадимович, я заведующий кафедрой геологии нефти и газа и представляю магистрскую программу «Геология поиска и разведка нефтельных и газовых месторождений». Хорошо, давайте начнем с вас. Расскажите, чем интересна ваша программа, которую вы представляете? Почему стоит туда поступать? Я вообще расскажу сначала коротко про геофизику. Геофизика – это такая наука, которая позволяет нам при помощи физических различных методов изучать структуру Земли. Мы все с вами знаем, что наша страна является нефтегазодобывающим, мы экспортируем много ресурсов, но прежде чем их экспортировать, их надо найти. Как найти нефть? Нефть находится на больших глубинах, скажем, в Татарстане, если мы не берем бетуминозное отложение, которое на небольшой глубине, то в основном это отложение на глубине, скажем, от 600 метров до 2 километров. Естественно, когда вы идете просто по земле, вы не можете заглянуть на глубину 2 километра, а геофизики могут. Вот в этом есть суть этой науки, когда мы при помощи специальных методов смотрим на большие глубины и способны найти как раз те самые ресурсы. Конкретно о программах, о которых я сегодня хотел бы вам поведать. Первая русскоязычная программа – это современные геофизические технологии. В чем суть этой программы? На этой программе изучаются современные технологии и подходы к интерпретации и обработке геофизических данных. Там есть отделение сейсморазведки, как можно обрабатывать и интерпретировать сейсморазведочные данные. Там есть отделение по интерпретации коротажных данных, в том числе подходы к автоматизированной интерпретации. И, естественно, там есть так называемые легкие методы – это магниторазведка, электроразведка, гравиразведка. То есть это изучение таких физических полей Земли. Потом это все вместе интегрируется в единую геолого-геофизическую модель. То есть мы в конце концов сможем сказать, ага, замечательно, вот мы измерили магнитную восприимчивость, измерили плотность этих пород, измерили отклик на сейсмический импульс, и у меня получается какая-то картинка, какая-то структура геологическая. Я говорю, замечательно, вот здесь у меня вот такая вот какая-то геологическое месторождение – нефть или газа. Дальше мы бурим туда скважины и измеряем параметры этого пласта. Ну, например, пористость, насыщение, проницаемость. И дальше мы говорим, замечательно, вот у меня такое вот месторождение, вот оно такого размера, вот у него такая геометрия, и у него такая вот пористость. И там, соответственно, мы можем посчитать, сколько там нефти. Мы говорим, вот в этом месторождении у меня там, не знаю, 100 миллионов тонн нефти. И дальше я уже, зная, как у меня выглядит это месторождение, планирую дополнительное бурение, планирую какие-то мероприятия, как мы эту нефть уже оттуда будем извлекать. Но задача геофизики – непосредственно найти, оконтурить и определить свойства вот этого самого геологического объекта. То есть, в конце концов, мы ищем нефть. Вторая программа, она немножко отличается от первой. Во-первых, она англоязычная. Эта программа – комплексный анализ данных в нефтяной геологии. Что это такое? Мы все с вами знаем, что геология – это достаточно сложная наука, она интегрирует в себя очень много различных областей информации. Здесь у нас и физика, и геофизика, математика, геология, седиментология. И это все нужно вместе собрать воедино, чтобы понять, как устроен геологический пласт и как нам его разрабатывать. Так вот, комплексный анализ разработан следующим образом. Сначала мы проходим, изучаем геофизику, мы изучаем коротажную интерпретацию, интерпретацию данных сейсморазведки, изучаем базовую математику, например, течения флюидов в пористой среде. Звучит страшно, но на самом деле интересный предмет. Дальше мы вот эту всю информацию объединяем в геологическую модель. То есть мы говорим, замечательно, здесь вот сейсмика так проинтерпретирована, здесь у меня коротажи так проинтерпретированы, вот у меня такое месторождение. Когда мы строим эту модель, мы применяем различные интерполяционные механизмы. То есть мы говорим, вот здесь у него пористость 10%, здесь пористость 20%, а посередине сколько? Есть целая наука, которая позволяет это сказать. Эта наука называется геостатистика. Изучаем геостатистику, строим геологическую модель. Ну, построили, замечательно, посчитали запасы. А дальше что? А дальше нам надо понять, как оттуда эту нефть добыть. И вот здесь мы делаем гидродинамическую модель. То есть мы говорим, замечательно, а если у меня здесь скважина проборена, и здесь скважина проборена, а сколько они дадут нефти? А сколько они дадут нефти за год? А за два года? А за 10 лет? А если мы сделаем, например, гидроразрыв пласта? А если мы туда закачаем какие-нибудь реагенты? А если мы проборим еще одну скважину? Что поменяется? Вот эти все вопросы изучает гидродинамическое моделирование. Ну и дальше мы разбираем вопросы уже разработки месторождения, методов увеличения нефтеотдачи. И в итоге выпускник этой магистрской программы понимает, как сделать гидродинамическую модель разработки месторождения. Причем он знает все этапы. От получения данных, их интерпретации, построения модели до, собственно, расчетов. В чем большая фишка этой программы? В том, что она реализуется на английском языке. Я думаю, что многие из нас учили английский язык в школе сначала много-много лет, потом в университете еще несколько лет. У всех какой-то уровень английского языка существует. У кого-то получше, у кого-то похуже. Но проблема языка в том, что пока вы его не используете, пока он вам не нужен в повседневной жизни, вы его будете забывать. Если вы учитесь на англоязычной программе, то вы не будете забывать язык. Вам даже придется его совершенствовать. Ну, в противном случае вы просто не сможете учиться. Поэтому, обучаясь на англоязычной программе, вы закрываете сразу же несколько вопросов. Вы и получаете знания в геофизике, и улучшаете знания своего английского языка. Еще одна интересная вещь. Эта программа является совместной с французским институтом нефти, АФП. У нас большое количество студентов прошло обучение как в Казани, так и во Франции. Получают два диплома на выходе. В данный момент двое наших студентов находятся во Франции, в пригороде Парижа. Учатся в АФП-скул. Ну, и вот мы их ждем в конце июля обратно в Казань по завершении обучения. И еще одна программа, о которой я хочу рассказать. Это новая наша программа. Мы ее набираем в этом году в первый раз. Она связана с машинным обучением и нейронными сетями. Это такая достаточно модная штука, связанная с искусственным интеллектом. Ну, вот смотрите. Мы с вами каждый день на самом деле связываемся с работой искусственных нейронных сетей. Ну, например, вы гуглите какую-то информацию в интернете. Например, встали вы с утра, захотели погуглить, не знаю, фотографию кошек. Гуглите пушистые кошки. Да, замечательно. Он вам выдает какие-то картинки. И после этого в течение дня или в течение недели вам таргетированная реклама приходит про пушистых кошек. Кошачий корм, лотки для котов и подобные вещи. Почему? Дело в том, что тот же гугл анализирует все ваши запросы, но он делает это не вручную. Это все делает нейронная сеть. Она автоматизирует огромное количество процессов. И за этим будущее. И программа по машинному обучению нейронным сетям позволяет нашим студентам изучить, как нейронные сети применяются и будут применяться в будущем конкретно в геологии. Да, там достаточно непростая математика, однако идея, она очень здравая. Мы, по сути, пытаемся воссоздать математическую модель работы мозга. Это не получается прям так в лоб сделать. Там есть разные подходы, разные архитектуры нейронных сетей. Но принципиально это позволяет решать очень многие задачи. И на самом деле это очень интересная вещь. У меня сейчас уже несколько моих магистров защитились по темам, связанным с нейронными сетями. Это очень интересная работа. Ну, наверное, все, что я хотел сказать. Хорошо, замечательно. Очень интересно было. А теперь мы обратимся к вам. Расскажите, пожалуйста, какие магистрские программы представлены уже на вашей кафедре? Ну, на нашей кафедре одна магистрская программа. Эта программа созвучна с направлением всей кафедры. Она касается геологии, поисков и разведки месторождений нефти и газа. Ну, буквально несколько слов скажу о кафедре, вообще как она возникла. Дело в том, что на геологическом факультете эта структура довольно молодая. Сам геологический факультет, он ровестик университета. То есть в 1804 году университет как раз состоял в том числе и из минералогического кабинета, на базе которого возник наш факультет. А кафедра наша и геофизических методов поисков возникла, ну, чуть более 60 лет назад, после того, когда в середине прошлого века в Татарстане открыли гигантское или уникальное месторождение нефти Ромашкино с запасами порядка там от 8-10 миллиардов тонн нефти. И в стране, естественно, возникла острая необходимость в специалистов-нефтяников, которые могли бы произвести и доразведку этого месторождения, могли бы грамотно его разработать. Ну, и вообще, нужно, конечно, разведывать и другие были месторождения. И вот на призыв правительства откликнулся Казанский университет как раз открытием этой кафедры. Вернее, двух наших кафедр. Вот. За годы существования кафедры мы выпустили, наверное, более двух с половиной тысяч выпускников, которые работают во всех концах нашей страны и, конечно, за рубежом. Вот они до сих пор востребованы. То есть, несмотря на, будем говорить, вот последние годы, такая, в общем-то, нестабильная остановка и в мире, и в нашей стране, тем не менее, мы выпускаем специалистов меньше кафедры, чем востребует нефтяная промышленность или нефтяные отрасли. То есть, на наших учеников, будем так говорить, всегда есть потребность, есть очередь из работодателей. Касательно, значит, вот этой вот программы, геология поиска и разведка, ну, бытует мнение, часто его поддерживают и средства массовой информации, что нефть кончается не только в Татарстане, она кончается в стране, в России, во всем мире. Ну, отчасти, конечно, где-то они и правы, но это, в общем-то, утверждение необоснованное. Если мы посмотрим на статистику, то получается довольно парадоксальное явление. То есть, каждые 20 лет запасы и ресурсы нефти в мире, наоборот, удваиваются, увеличиваются. Хотя мы извлекаем миллиарды тонн. Одна наша республика извлекла более трех миллиардов тонн на сегодня нефти. Вот, тем не менее, еще этого продукта очень много, и на обозримую перспективу, ну, по крайней мере, на середину текущего столетия нефти хватит и в нашей республике, и в России, и во всем мире. Другое дело, где, да, в каких-то традиционных местах, будем говорить, в старых нефтегазодобывающих регионах, конечно, она значительно уменьшилась, особенно речь касается традиционной нефти. Вот, поэтому нужно искать, нужно искать другие формы ее залегания. Вот именно этими вопросами и занимаются вот выпускники, или в том числе и наша программа магистрская по геологии, поиску и разведке. То есть, специалист должен грамотно сделать прогноз нефтегазоносности недр. Это действительно очень важно. Ну, зачем нам тратить, будем говорить, ресурсы, а это очень дорогое удовольствие искать нефть. Скажу, что одна разведочная сквашина стоит десятки, а в Сибири больше ста миллионов рублей. Вот, то есть, никто не позволит бурить так просто вот здесь, захотим мы заложить сквашину. То есть, нужно сделать очень грамотный, научно обоснованный прогноз нефтегазоносности, защитить этот прогноз. И только после этого нам дадут добро, дадут финансирование на бурение сквашина. Потому что без бурения сквашин практически на 100% мы не сможем доказать, верный у нас прогноз или нет. Вот, на кафедре работают, ну, в настоящее время 4 доктора наук, 5 кандидатов наук, ну, в общем, процента, будем говорить, обеспеченности преподавателями со степенью более 80. Вот это хороший показатель, поэтому мы открыли в том числе и магистратуру, и магистрскую программу. Значит, на последние годы у нас учатся обычно группы от 15-20 человек, ну, количество бюджетных мест было стабильно, вот, 10, но в этом году немножко другие правила приема, как вот нам сегодня объяснили. Вот, то есть они не распределены по магистрским программам, а в целом идут на направление. Вот на направление геологию, в котором несколько магистрских программ, 50 бюджетных мест, а сколько вне бюджета, и сколько поступит. Я так понял, да, неограниченное количество. Значит, что мы проходим, какие специальности? Ну, это прежде всего специальности, которые базируются вокруг вот главного направления прогноза, поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. Нужно иметь в виду, что, конечно, абитуриент, поступающий к нам в магистратуру, должен уже обладать определенными геологическими знаниями, поскольку все последующие курсы, они требуют вот именно таких, ну, относительно глубоких знаний и геологии, и литологии, минералогии, геофизических методов поисков и разведки и других. Вот. Дело в том, что обучение в магистратуре два года, и за эти два года нужно освоить принципиально, будем говорить, новые или курсы, которые охватывают вот все последние достижения науки и геофизических технологий, которые используются при прогнозе, поисках и разведке. То есть повторять пройденный материал, допустим, от бакалавриата за четыре года, у нас просто физически не будет времени. Вот, да это и ни к чему. В принципе, студенты успевают и достаточно хорошо учатся. Вот буквально у нас на днях была защита магистрских диссертаций. Все магистрские диссертации были оценены на отлично. То есть прекрасные представили работы, вот, и очень уверенно защитили. То есть они получили хорошие знания, и с этими знаниями уже будут двигаться дальше. Значит, куда идти дальше? Ну, здесь несколько направлений. Значит, они могут, если кто хочет продолжать заниматься наукой, или близко к этому расположен, он может поступить к нам в аспирантуру. Ну, конечно, не обязательно к нам в аспирантуру, можно и в других, в другую аспирантуру поступить. Но дело в том, что у нас тоже на качестве имеется аспирантура по одноименной специальности – геология, поиски и разведки нефтяных и газовых месторождений. Далее они могут быть направлены в научно-исследовательские институты, ну, и, конечно, в различные нефтегазовые нефтяные компании, которые занимаются в том числе и вопросами доразведки, поиском и так далее. Ну, традиционно наших выпускников охотно берет, конечно, это наша родная компания «Татнефть», это «Сургутнефтегаз», это «Российская нефтяная Роснефть», это «Газпробнефть», вот это «Лукойл», да, безусловно, «Ритек», вот это вот крупнейшие нефтегазоносные компании, которые охотно берут именно наших выпускников. Вот, что можно еще сказать здесь? Ну, насчет, может быть, материала, практики, да, достаточно для того, чтобы написать, ну, будем говорить, хорошую магистрскую диссертацию, необходимо располагать не только лабораторной базой. Лабораторная база, она в нашем институте прекрасна, и она на кафедре хорошая, вот. Но магистрант, он имеет возможность делать определенные виды исследования во всех лабораториях нашего института. Ну, естественно, там нужно будет договориться и посмотреть, какие результаты он хочет получить. Но для этого нужен материал. Вот, этот материал, как правило, во время учебы магистранты приобретают при прохождении производственных практик. Вот, производственные практики, как правило, протекают в тех же компаниях, которые, вот, я перечислил, куда они в последующем и распределяются работой. Вот, привозят производственный материал. Что это значит, производственный материал? Значит, это какие-то новые данные по какому-то региону или по месторождению, где идут работы, ну, определенных компаний на поиски новых горизонтов нефтегазоносных, на поиски новых месторождений или на разведку и доразведку уже существующих залежей нефти и газа. И вот, с этими материалами, с новыми скважинами, с новыми данными, значит, может быть, привозят они образцы керна или образцы нефти и анализируют в наших лабораториях. Кстати, очень прекрасная геохимическая лаборатория, которая изучает и органическое вещество, и непосредственно нефть. Вот, и на основании вот этих анализов можно сделать не только прогноз нефтяносности недр, но можно даже определить, какой именно фазовый состав углеводородов будет открыт. То есть, будут ли это газовые месторождения, будут ли это нефтяные месторождения или нефтегазовые. Это можно заранее определить, вот, анализируя данные, привезенные из практики. Это керн нефтяносный и это пробы нефти. Ну, в общем, достаточно, я считаю, интересной работы и востребованной работы. То есть, если вы поступите к нам в магистратуру, я думаю, что вы не пожалеете. Спасибо. Ну что ж, в чат нашего прямого эфира уже поступают первые вопросы. Я думаю, первый больше адресован к вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о программах, которые ведутся на английском языке. Сколько их и насколько сложно там учиться? Хороший вопрос. Конкретно к кафедре геофизики относится одна англоязычная программа. Это комплексный анализ данных в нефтяной геологии. На этой программе я уже, в принципе, описал примерно конво обучения. Там еще есть другие предметы, естественно, такие как седиментология, такие как бурение и геомеханическое моделирование. Там довольно обширная программа. Ну, естественно, есть учебные практики, есть написание выпускной работы. Это тоже все входит в нагрузку. Насколько сложно учиться? Если учиться, то несложно. Вообще, я всегда говорю своим студентам, что нужно заниматься. За просто так у нас, естественно, никто оценки не ставит. И для поступления на эту программу необходимо не написать тест, а необходимо пройти собеседование. Собеседование на английском языке. Для чего нужно это собеседование? Чтобы мы, как преподаватели, комиссия, могли оценить, насколько студент способен обучаться на английском языке. Естественно, мы не требуем каких-то, скажем, документов того же IELTS или TOEFL при поступлении на нашу программу. И мы не требуем какого-то необычайно высокого уровня английского языка. Достаточно, чтобы студент мог понимать и изъясняться по темам, скажем, геологии, геофизики, разработки на английском языке. Обучение происходит на английском языке. Поначалу это, конечно, непросто. Потому что студенты привыкли учиться на русском языке, не привыкли, скажем, часами слушать лекции на иностранном языке. Однако, как правило, студенты втягиваются. И в этом и есть одна из задач этой программы. Если вы не используете английский язык, то вы не будете его знать никогда. Поэтому, когда вы сидите, не знаю, два месяца и слушаете лекции на английском языке, и вас заставляют отвечать на английском языке, и вы пишете отчеты на английском языке, и вы их защищаете на английском языке, то через два месяца вы уже начнете говорить и писать на английском языке. Но, естественно, вы будете читать зарубежную литературу при этом. Потому что для вас это уже будет несложно. Вообще, я считаю, что если вам обучение в магистратуре, например, кажется очень легким То, наверное, вы выбрали неправильное направление Потому что учиться должно быть тяжело Если вам не тяжело, значит вы сильно много не затрачиваете энергии на это Значит вы не становитесь гораздо сильнее при этом Вот как спортсмены, когда они тренируются Я в свое время был кандидатом в мастера спорта по плаванию И для меня проплыть, скажем, километр это Ну, вышел, проплыл километр и ничего такого страшного Однако для человека, который профессионально не занимался плаванием Проплыть километр это большое достижение Поэтому нельзя говорить, что вот эта программа там очень сложная Эта программа очень простая Ну, вот проплыть километр это сложно или просто? Для меня просто, а для кого-то это недостижимо Еще какой вопрос был? Ну, пока это все А следующий вопрос звучит так Вот расскажите, пожалуйста, вот насколько сложный конкурс Для поступления на магистрскую программу, которую вы представили Вообще много ли желающих? Каждый год через что проходят ребята и с какими испытаниями на экзаменах сталкиваются? Ну, да, не скажу, что поступить достаточно легко То есть просто сдал тесты и поступил Дело в том, что всегда претендентов на обучение по нашей программе Значительно больше, чем возможности нашей кафедры по приему абитуриентов сюда Но многие уже эти вопросы решают заранее То есть они узнают, ну, там, типа, вопросы, которые на сайте висят при поступлении тесты И, в общем-то, уже не пытаются поступать Если они чувствуют слабину своих знаний Или знают, что они получат уже достаточно низкий балл И здесь они не пройдут этот конкурс Вот Но последние годы мы стали принимать не отдельно на каждый профиль Вот в данном случае на нашу кафедру А общий прием идет на все направление геологии Ну, здесь и хорошо, и плохо Вот Хорошо в том смысле, что нужна обычная, ну, будем говорить, базовая подготовка По всем предметам геологическим Не только по предметам геологии нефти и газа Там поиску разведки и так далее Но здесь необходимы знания минералогии, литологии и так далее Это дает возможность поступить более широкой аудитории К нам на направление геологии То есть сюда идут студенты, закончившие и геофизические методы разведки Поиска разведки твердых полезных ископаемых Гидрогеологии, вплоть до экологов и так далее А дальше уже при поступлении, значит, идет уже ранжиривание этих студентов То есть кто набрал больший балл, он, естественно, претендует на выбор этих специальностей Уже профильных, вот, и зачисления Вот таким образом у нас поступает То есть еще раз подчеркну, что с одной стороны могут все с геологическим образованием Хотя у нас есть примеры, когда поступают и с экологическим образованием И с гефтяным, и с химическим Вот, и такие, кстати говоря, и проходят к нам на обучение Ну, будем говорить, это как исключение из правил Вот, и если они хорошо сдали вот эти вот тесты Идет уже несколько лет подряд Идут именно прием в форме тестовых заданий Вот, то они поступают и выбирают профиль специальности Спасибо Хорошо, итак, у нас следующий вопрос из чата Из каких стран сегодня можно поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий? Интересный вопрос На самом деле поступить можно практически из любой страны Естественно, есть ограничения по языку То есть большинство программ у нас реализуются на русском языке На английском языке, насколько мне известно, сейчас реализуются всего три программы Это комплексный анализ данных в нефтяной геологии Это петролиум инжиниринг И это стратеграфия нефтегазоносных бассейнов Это три разных программы с тремя разными наборами предметов У нас обучаются и обучались студенты из разных стран В данный момент, например, у нас есть большое количество студентов из Африки Есть и из Кот Дивуара, есть и из Марокко Есть из Судана, если я не ошибаюсь Также много студентов из Ирака, ну и из других стран У нас вот в прошлом году был выпускник из Эквадора То есть география обширна Мы рады всем студентам, это позволяет нам расширять кругозор Более того, у нас есть несколько преподавателей, которые тоже являются представителями иностранных государств У нас работают, например, преподаватели из Китая, есть преподаватели из Эквадора То есть они ведут занятия И что интересно, когда вы попадаете к ним на занятия Уже на русском языке с ними разговаривать у вас не получится Потому что они русским языком не владеют в такой мере Ну и там студентам в любом случае приходится использовать английский язык Хорошо, а как обстоят дела с приезжими студентами на ваши кафедры? Представители каких стран обучаются, приходят на лекции и проходят семинары? Ну, наша кафедра не является чем-то исключением Мы оторваны в целом от факультета То есть действительно обучаются представители разных стран И вот как уже Борис Викторович сказал, что очень много представителей Африки Но, конечно, традиционно больше это все-таки ближнего зарубежья Ну, я не считаю Россию, конечно, основной контингент поступающих А вот это Узбекистан, это Казахстан, Таджикистан Вот эти вот страны, вот они, да, представлены очень большими диаспорами студенчества Вот, да, не скажу, что им, наверное, очень легко Потому что нужно адаптироваться и к русскому языку Преподавание идет, если вот не на программе английского, то только по-русски Вот это, конечно, определенные сложности для них есть Но я думаю, что вот за тот год, который они имеют Или у них имеется уже база по подготовке русского языка Значит, они успешно справляются Кстати, скажу, что некоторые студенты непоголовны, конечно Они буквально бывают самородки То есть они знают в совершенстве и русский, и свой родной, и английский язык Прекрасно успевают, всем интересуются, на все находят время Вот, несмотря на то, что он иностранец Ну, как обычно, есть, конечно, и такие, которые, ну, будем говорить Успеваемость оставляет желать лучшего К сожалению, есть и такие студенты Хотя поступить непросто Да еще надо заплатить Спасибо Хорошо, замечательно А вопрос следующий Насколько направлений одновременно можно подать документы, когда поступаешь в институт? Ну, на самом деле, вы можете подавать на несколько направлений одновременно И в дальнейшем у вас просто будет выбор, куда пройти То есть вы, например, говорите Хочу поступать, скажем, на геологию и геохимию На комплексный анализ На петролиум инжиниринг Какое-нибудь интегрированное моделирование Вам нужно будет сдать вступительные экзамены И там, и там, и там И дальше просто вы посмотрите на свой рейтинг И определитесь, куда вы проходите Скажем, на бюджетное место Ну, туда и есть смысл идти Как правило, топовые студенты Вот, которые выпускаются из бакалавриата Самые лучшие студенты Они набирают проходные баллы на несколько программ И потом они просто выбирают, куда пойти Что им больше интересно Но я лично советую всегда подавать на несколько программ Не на одну какую-то конкретную, а на несколько Потому что так существенно больше шанс поступить Ну, я полностью поддерживаю Да, молодого преподавателя Что действительно надо поступать на несколько программ Потому что вот туда, куда он хочет Уже могут оказаться в достаточном количестве Лисы, которые сдали выше его И у него уже не будет возможности В этом году поступить, учиться Это совершенно правильно Да Хорошо, следующий вопрос А много ли студентов из Ирака? И вообще, насколько актуально для них Получать образование в Казани? Становятся ли они востребованными в своей стране? Ну, вы знаете Студентов из Ирака у нас довольно много Я вам точно количество не назову Но вот в группе Petroleum Engineering Где я преподаю У нас, ну, надо сказать, наверное Половина группы из Ирака Причем часть из них обучается дистанционно У них не было возможности из-за пандемии приехать И они обучаются посредством Teams И подключаются к нашим компьютерам Когда делают практические работы Обучение востребовано Дело в том, что в целом Ирак, к сожалению, разрушен войной Там очень непростая экономическая ситуация И получить там образование Ну, задача не очень простая Плюс, естественно, оснащение университетов Там не всегда на высоком уровне Казанский федеральный университет Является одним из ведущих университетов в мире По направлению Petroleum Engineering То есть вот Как раз в этом году вышел обновленный рейтинг Мы входим в топ-100 лучших университетов в мире По направлению Petroleum Engineering Естественно, у нас и оснащение, и преподаватели Они одни из лучших в мире Поэтому, да, наше направление является востребованным И студенты из разных стран В том числе и из Ирака У нас обучаются Хорошо, замечательно Я напоминаю, что наша встреча проходит в прямом эфире Инстаграма Чтобы присоединиться к нашей встрече Вам достаточно зайти в сторис Подключиться к прямому эфиру И задавать вопросы прямо к нам в чат А мы продолжаем нашу тему Расскажите, пожалуйста, как проходит лекция Есть ли в них какая-то творческая стезя И вообще интересно ли ребятам учиться Много ли прогуливают Или наоборот посещают занятия Да, действительно Интересный вопрос Как правило, на лекциях у нас интересно Я преподаю, естественно, не все предметы Вообще, а только небольшую часть На своих предметах я стараюсь всегда Вовлекать студентов в обсуждение Давать им возможность думать Задавать вопросы Делать какие-то практические вещи Ну и мы, естественно, много шутим Я думаю, что всегда это студентам интересно Когда их преподаватель немножко подкалывает Что особенно интересно у нас происходит Вот по себе могу сказать Что когда вы изучаете какой-то предмет Неважно какой Если вы изучаете голую теорию Ну это не очень интересно То есть вы Вам что-то рассказывают Рассказывают, рассказывают В какой-то момент вы можете потерять Нейти обсуждения А на своих предметах я стараюсь делать как Мы немножко Я даю лекцию небольшую Рассказываем А потом мы переходим к практике И студентам приходится самостоятельно Либо в программных продуктах Либо там где-то на листочках Что-то считать Вычислять Придумывать Рисовать И на выходе у студентов гораздо больше понимания Того, как это вообще все происходит Как это все работает Плюс мы Я стараюсь объединять в своих лекциях Не только свой предмет Но и какую-то немножко Более широкую информацию То есть я рассказываю Об ученых Которые открыли Той или иную закономерность О выдающихся выпускниках Нашего института И университета в целом О каких-то современных разработках То есть в какую сторону вообще В принципе идет Скажем Вся индустрия Вот могу привести Такой пример интересный Связанный с нейронными сетями На сегодняшний день Вот выпускники Которые завершают Скажем В 2021 году Университет Если они не умеют Пользоваться нейронными сетями Ну Это обычные выпускники Потому что есть всего Очень небольшой процент Студентов Которые умеют пользоваться Вот этими Передовыми технологиями Теперь давайте перенесемся На 25 лет назад 1995 год В 1995 году Если выпускник Выпускался из университета И он не умел пользоваться Персональным компьютером Ну это был обычный выпускник Те выпускники Которые умели пользоваться Они конечно были крутыми Но их было мало Через 25 лет Если на сегодняшний день Выпустится Студент из университета Который не умеет пользоваться Персональным компьютером Ну его просто не возьмут на работу Потому что это какая архаика Что он может делать Если он компьютером пользоваться не умеет Так вот Что интересно Через 15 лет Выпускники Которые не умеют пользоваться Нейронными сетями Будут такой же архаикой Как сейчас студенты Которые не умеют пользоваться Компьютером То есть эти технологии Они вот Сейчас это прорыв Через 15 лет Это будет норма Необходимость Хорошо Расскажите пожалуйста Как проходят занятия Семинары И может быть даже практики В рамках работы Вашей кафедры Ну поскольку тенденция такая Что лекционных материалов Каждый год становится Все меньше и меньше За счет того Чтобы Ну во-первых Это уже магистр Будущий уже Специалист Будем говорить Высокого класса То конечно он должен иметь Науки Самостоятельной работы Вот Или практических исследований Вот Ну на примере Да здесь очень много Зависит конечно От индивидуального подхода И именно От способностей Каждого преподавателя То есть таких Каких шаблонов нет Один дает одно Одни методы И одни приемы Ватаратовского искусства Другой использует другие Однозначно что конечно Вот Презентации Это безусловно Уже Я думаю что нет такого Человека в университете Который Это не Их не использовал Потом у нас еще Есть так называемые Электронные образовательные ресурсы Вот каждый преподаватель Должен свой курс Перевести Именно вот На эти рельсы Электронного Образования Или Ну его можно использовать И в дистанционном формате В дальнейшем Но это очень удобно Для самостоятельной работы Студентов То есть преподаватель Готовит курсы Где закладывает Огромную массу информации Огромную массу То есть ту Которую он Заведомо не может выложить В рамках Вот Практических Лабораторных занятий Электронного курса А студент Уже магист Магистрант Он уже Открывает Входит вот в эту систему И уже Выбирает Тот Дозированный Вот именно Вопрос Который Рассматривает И во многом Основывает на изучении Ну уже готового материала Это конечно во многом Помогает Усвоение Материала И не нужно Искать Ну будем говорить Проводить Большой Литературный поиск Хотя я считаю Что для магистранта Это очень важно Чтобы он умел Хорошо Пользоваться И библиотечным ресурсом Главное И электронными ресурсами Ну вообще Работать с литературой Вот Второй значит Аспект Ну Самостоятельные работы Безусловно Вот о рамках Будем говорить Вот Аудиторного часа Не хватает На то Чтобы Донести информацию По любому курсу Вот я Пример Допустим По своему На первом курсе Магистратуры у нас Я им читаю Нефтегазоносные Бассейны мира Ну это Объемный просто курс Необъятный Вот за один семестр Мы должны пройти Более 500 Нефтегазоносных бассейнов И возможно Нефтегазоносных бассейнов Которые по всему миру То есть Их просто перечислить Будет уже займет Наверное Не одно время Не одну лекцию Вот Поэтому конечно Вот Определяем им Основное направление То есть Что они В какой последовательности Должны изучать Каждую вот эту Нефтегазоносную территорию А дальше уже Большой блок Исследований Дается им На самостоятельную Проработку То есть Обеспечиваю их Литературой Определенной Ну безусловно Они ищут еще Дополнительно И сами ведут Литературный поиск В том числе И электронные ресурсы И свои материалы Значит они выставляют На обсуждение То есть В виде презентации Вот практически Самостоятельное Время Отведенное На Самостоятельные Лабораторные Работы Они у нас Полностью Уходят на то Что вот Студенты Выступают Со своими Презентациями Они представляют Свои доклады И мы ведем Обсуждение И Благодаря Вот Такому приему Мы охватываем Ну будем говорить Максимальное Количество Вот Учебного Материала Вместе С этим Учебным То есть Не каждый Учит Все допустим 511 Нефтегазоносных Бассейнов Он подготовит Там 5 10 15 Или 20 Таких территорий А остальные Студенты Расскажут ему Ту часть Которую Он не успел Подготовить Вот По такому Приему Хорошо Замечательно А в каких Компаниях Наши выпускники Становятся Востребованными Вот куда им Лучше пойти Работать Закончив Институт Ну Востребованы Конечно Лучшие Выпускники Мы Безусловно Рекомендуем К нам В аспирантуру И Не скажу Что много Но в общем То они идут Вот Аспирантура Места Аспирантура Значительно Меньше Чем Магистратура Поэтому Мы конечно Отбираем Предельно Лучших Выпускников Ну И конечно Я уже Говорил Что Востребованность Выпускников Очень Большая Вот Очень Долгие Годы Университет И наш Геофак Выпускал Специалистов Специалист Это тот Который За 5 лет Проходил Достаточно Хорошую Подготовку И теоретическую И практическую Вот И эти Специалисты Они действительно Были Востребованы Во все Нефтегазоносные Компании Когда мы Перешли На двух Уровни Образования То есть Готовим Бакалавриат И Готовим Магистрантов То У работодателей Возникло Какое-то Предвзятое Отношение А кто Такой Бакалавр Специалист Который Закончил Бакалавриат То есть Они смотрели На него Как на Того Кто По нашим Советским Временам Заканчивал Какие-то Технические Училища Техникум Или Профтех Училищ И У нас Приезжают Работодатели Каждый год К нам Устраиваем Беседы С выпускниками И вообще Со студентами И они Сразу Ориентируются Что Если вы Закончили Только Бакалавриат То вы Получите Ну Самые Невысокие Довольности Типа Операторов Там По добыче Скважин Или так Или по добыче Если вы Хотите Расти То Пожалуйста Или Через Магистратуру Повышайте Свой Уровень Либо Через Какое-то Дополнительное Образование И поэтому У самих Студентов Окончивших У них Конечно Огромное Желание Закончить Магистратуру Поскольку Она дает Им возможность Сразу Устроиться На работу Ну будем Говорить На ступеньку Выше И они Будут уже И цениться Больше И у них Будет больше Практика Вот И конечно Очень много Выпускников Устраивается По Тому Месту Где они Проходят Производственную Практику Во-первых К ним Приглядывается Работодатель Во-вторых Они Уже Знают Чем Будет Заниматься Когда Он Закончит Магистратуру В этой Компании Вот Как Правило Хороших Выпускников Их Уже Заранее Зовут Все Компании Где они Проходили Практику Спасибо Хорошо А представители Вашей Кафедры Куда Потом Будет Работать Ну Направлений Много На самом деле Нефтегазовая Отрасль Она Достаточно Широкая Лучшие Выпускники Идут Либо В аспирантуру Либо Идут В Зарубежные Компании То есть У нас Например Хорошее Замодействие С компанией Шлемберже Многие Наши Выпускники Отправляются Работать В основном В российское Подразделение Шлемберже Конечно Шлемберже Собственно И набирает В основном Для работы В России Кроме этого Естественно Большой Процент Наших Выпускников Идет В региональные Компании Такие как Татнефть Или ТНГ Групп Ну и Соответственно Работают Там Ну и Также У нас Сейчас Хорошее Взаимоотношение С Газпромнефтью В научно-технический Центр Газпромнефти Поступает Достаточно Большое У них там Научный Центр Находится Также Есть Упускники Наши В Компаниях В подразделениях Лукойла В Роснефти Ну и Естественно Значительный Процент Наших Упускников Отправляются В те регионы В которых Идет Активная Нефтедобыча Это В основном Западная Сибирь И Отчасти Восточная Ну и Также Есть Несколько Наших Упускников Которые Работают Ну скажем На Дальнем Востоке На Сахалине Уже На морских Проектах Хорошо Замечательно А как у нас Обстоят дела Со студенческой Жизнью Студенческая Жизнь Это Очень Интересное Время На самом Деле И Я считаю Что В процессе Обучения И в бакалавриате И в магистратуре Важно Не только То что происходит На лекциях Но и то что происходит После лекций Студенческая Жизнь В нашем Университете Весьма Активно Можно Например Пойти В Какие-то Выступательные Коллективы Ну скажем Участвовать в студовесне Танцевальные Коллективы КВН И тому подобное Я кстати Считаю Что это Очень Помогает В дальнейшем При трудоустройстве И при работе В компании Объясню Почему Вот смотрите Какая ситуация Геофизики Будущие Выпускники Они всю жизнь Должны будут Презентовать Что-то То есть Вот они сделали Отчет Сделали Какую-то работу Им надо Эту работу Доложить И в процессе Того В процессе Своего доклада В процессе Своей презентации Им будут задавать Вопросы Будет сидеть Строгая комиссия Такая Не улыбающаяся На них будут Все смотреть И поэтому Чтобы не растеряться Необходимо иметь Навыки Выступления На сцене Навыки Актерского Мастерства В какой-то мере Навыки Умения Себя держать И в чем Прелесть Студенческой жизни Вы можете Совершенно Бесплатно Устроиться В какой-нибудь Театральный кружок Вы можете Совершенно Бесплатно Выйти на сцену И Не знаю Спеть песню Станцевать танец Что-то Рассказать Не важно И у вас Появится Такой опыт И в дальнейшем Когда вы уходите Перед строгой комиссией Вы уже знаете Как себя вести Вы знаете Как надо говорить У вас Чуть тверже Поставлен голос Вы знаете Как вести себя С микрофоном Потому что Бывает Что нужно Докладываться На большую аудиторию Это вот Я считаю Что классная Совершенная вещь Про студенчество Еще один важный момент У нас есть Студенческие Научные общества Я считаю Что магистранты Вообще Должны Все в них Вступать Потому что Когда вы Находитесь Внутри этого Студенческого Научного общества Вы можете Получить Еще один Бесценный опыт Опыт Руководства Студенческое Научное общество Естественно Каждые Несколько лет Там полностью Меняется Руководство И студент Опять же Имеет возможность Получить навык Управления Управления Коллективом Я считаю Что брать Ну скажем Становиться Каким-то менеджером Даже среднего звена Без опыта Работы с коллективом Невозможно Вы просто не справитесь Это важно Пройти на собственной шкуре Когда вы сначала Всех пытаетесь Собрать воедино Всем объяснить Какие-то задачи Причем без денег В университете Все живут бесплатно А потом В последнюю ночь Вам кто-то звонит И говорит Что он не может прийти Потому что он заболел Устал У него Не знаю Грустная кошка Поэтому он не сможет Прийти Ничего сделать И поэтому Вы в последнюю ночь Матеряйся Рыдая Переделываете работу Чью-то А потом Во время выступления Что-то идет не так И вы на ходу Что-то импровизируете Чтобы все В итоге получилось И вот когда у вас Есть такой опыт И вы приходите На работу потом И видите Как в отделе Дела, например Идут не совсем идеально Вы говорите Да это ладно Вот у нас В студенчестве Был такой случай Когда я в последнюю ночь Все переделывал А у нас еще целых Четыре дня Мы сейчас весь отчет Переделаем Все нормально будет Именно такие люди И становятся Впоследствии Собственно руководителями Но и это тоже Только один из Важных моментов Еще важный момент Вы можете начать Свою научную Свою научную работу И получить первые публикации Действительно Когда вы приходите В магистратуру Начинаете заниматься Наукой Если у вас Хороший научный руководитель И если студент Сам заинтересован В работе С этим руководителем За один год Вполне реально Написать Какую-то Работу Статью И дальше Вы можете Опубликовать И поехать на конференцию За счет университета То есть Вы будете Где-то Целую неделю Тусоваться В каком-то городе Докладывать Свою работу И соответственно За счет университета Посмотрите мир Получите публикацию И возможно Даже найдете Каких-то будущих Работодателей Я хочу Добавить Буквально Несколько слов По этому вопросу Дело в том Что вот Наш директор Института Нургали Денис Карлович При встрече С первокурсниками Он Сразу Говорит Что Не надо Все четыре Или три года Заниматься Только учебой Или только наукой Жизнь должна быть Гармоничной То есть Вы должны успевать Все Ну во-первых Казали Это крупный Культурный центр Здесь много театров Много различных Различных Переприятий И просто грех Конечно Не воспользоваться Такой возможностью Особенно для Иногородних Или иностранных Студентов И не посетить Ну хотя бы Часть из них Во время Пребывания В университете Вот Ну здесь Конечно Надо Грамотно Уметь Расставить Приоритеты То есть Не в ущерб Безусловно Учеба И не в ущерб Науке Но нужно Да Заниматься И спортивной Жизнью И культурной Жизнью Университета Ну и устраивать Свою И личную Жизнь Это самый Молодой возраст Когда еще Строить Отношения Спасибо Большое спасибо Очень было интересно Наши вопросы В прямом эфире Уже завершились И как раз Завершается Наш инсталайф Нашего института И так Поступайте К нам в магистратуру Мы будем видеть Рады каждого До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова